МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости моего города в студии Оксана Фолина. И вот что сегодня вас ждет в нашем выпуске. Метеорит не страшен. В Кузбассе впервые в России прошли учения спасателей на случай космической угрозы. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе ударился в детство. Должно быть модно стать активистом. Активные юноши и девушки стали членами настоящего общественного совета. Армия на показ. Питание состава у нас доброкачественное. Сегодня в юргинской воинской части журналистам показали преимущество службы по контракту. Кузбасским спасателям теперь не страшны даже небесные тела. Сегодня на Яйском нефтеперерабатывающем заводе они научились сами и показали остальным, что делать, если на нашу землю прилетит вот такой вот метеорит, как это недавно произошло в Челябинске. Наталья Токмагашева узнала много нового. На Яйском нефтеперерабатывающем заводе впервые столько пожарных машин и спасателей. Предприятие открылось совсем недавно. Это учение для него дебютное. И кто бы мог подумать, репетируют не просто возгорание. По легенде, на территории завода начался метеоритный дождь. Но вот только почему-то сами метеориты попали вот в эти бочки. Видимо, такой космический прицел. Отсюда и, собственно, начнется возгорание. Ой-ой, как это начинается? Конечно, это шутка. Никакие метеориты падать не начали. И бочки задымились от обычной шашки. Правда, их с первого раза спасателям потушить не удается. То ли это тоже шутка, то ли часть учений. Сегодня сотрудники МЧС впервые, пожалуй, за всю историю существования ведомства разыгрывают падение небесного тела на землю. Еще месяц назад такие учения могли показаться сумасшествием, но только не после событий в Челябинске. Тем более у нас, в отличие от Уральского города, есть такой крупный нефтеперерабатывающий завод. Здесь даже курить запрещают, чтобы не возникло искры. Иначе полобласти может взлететь на воздух. В учениях на Яйском нефтеперерабатывающем заводе задействована самая серьезная техника и все структуры МЧС. Вот сотрудники агентства защиты населения репетируют, как можно собрать разлившуюся нефть. Воображаемую жидкость ограничивают заслонами, потом втягивают специальным пылесосом. За процессом наблюдает первый заместитель губернатора области Валентин Мазикин. Он сразу замечает, в случае настоящей катастрофы лучше начать со спасения людей, так как это делается при авариях на шахтах. Взять опыт работы в ВГСЧ, которые приходят на помощь шахтерам, у них уже 100-летний опыт. Они всю жизнь, будем говорить, спасают шахтеров. Первое, что они идут, какие меры выполняют, прибывая на шахту, идут на спасение людей. Отделения все идут. А уже потом, будем говорить, определяют характер аварии и другие силы подтягиваются на ликвидацию самой аварии. А вот, собственно, и оно. Спасатели выводят людей. По легенде, осколки метеорита разрушили здания и передают их врачам медицины катастроф. Тут же кинологи с собаками. Четвероногие пригодятся в поиске тех, кто оказался под завалами. Кстати, среди зрителей главы городов и районов. Они тут тоже учатся. Это показные учения. То есть, я еще подчеркиваю, мы и старались. Задача была показать именно главам городов, районов, начальникам управления, отделов ГОЧС городов, районов. То есть, мы хотели показать. Ну, а так как они показные, практически все прошло без срывов. Поэтому недостатков, это неконтрольно-проверочные учения, на которых говорят о недостатках. Потом руководители должны провести подобную репетицию и на своих территориях. По указу губернатора, события на Яйском НПЗ лишь начало масштабных учений по всей области. Кстати, мы первые и пока единственные в России, кто их проводит. Наталья Токмагашева, Александр Белкин. Новости моего города. Сегодня губернатор Аман Тулеев провел рабочую встречу с прокурором области Павлом Бухтояровым, которому лично велел провести проверки управляющей компанией ТСЖ, выяснить, насколько правильно начисляется кварплата кузбассовцам. И вот, что еще подчеркнул губернатор, цитирую. Необходимо также тщательно проверить административные органы и комиссии, в том числе региональную энергетическую комиссию, которые устанавливают коммунальные тарифы, чтобы исключить любые проявления коррупции. Главная задача – совместными усилиями защитить жителей области. Люди не должны переплачивать за оказанные им коммунальные услуги. Дмитрий Кислицын, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, заручился поддержкой детей. Сегодня в администрации Кузбасса прошло первое заседание Детского общественного совета. Всего 34 человека по одному ребенку от каждой территории. На детей здесь возложены серьезные взрослые задачи. Они будут рассматривать самые злободневные вопросы. Это и пьянство, и курение, и суицид среди молодежи. Такая форма общения станет регулярной. Дети и уполномоченные будут собираться раз в квартал. На основе детских заявлений Дмитрий Кислицын будет готовить обращение для губернатора, исполнительной и законодательной власти. Если раньше, в наши времена, еще, наверное, советское, постсоветское время, считалось модным, считалось таким престижным, прикольным, где-то закурить, я взрослый уже такой, алкоголь, пиво пью, слушаюсь, не слушаюсь, должно быть модно стать активистом, должно быть модным стать вот таким общественником, таким неравнодушным со своей собственной гражданской позицией. Модно бросить курить, модно не пить вообще пиво, там вообще любого алкоголя. Вот за счет детей мы должны внести в эту детскую субкультуру вот именно такое понимание вот сегодняшней современной жизни. Бывший заключенный пытался направить в колонию героин из-за того, что проиграл в нарды, сообщает новостной портал Сибдепо. На подъезде к колонии в Мариинске оперативники устроили засаду и задержали автомобиль. У одного из пассажиров полицейские обнаружили спортивную рогатку и небольшой контейнер, в котором был порошок светло-бежевого цвета. В результате экспертизы выяснилось, что мужчина вез в колонию 3 грамма героина. Задержанный рассказал, что сам недавно освободился оттуда и поведал душесчипательную историю о том, как он проиграл в нарды своим сокамерникам. На кону стояла обязанность по выходу из учреждения снабжать героином тех, кто остался за решеткой. Как только мужчина оказался на свободе, он поспешил отдать долг. В настоящее время ведется следствие. Если вы стали свидетелем происшествия или правонарушения, звоните нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300 и мы расскажем об этом в прямом эфире. В Мариинске произошло знаковое событие для горожан. Современная котельная Мариинского филиала СДС «Тепло» будет работать на полную мощность. Напомню, комбинат, деятельность которого была приостановлена в сентябре 2011 года, возобновил свою работу. В этот временный промежуток котельная функционировала только на нужды населения и тратила лишь 10% своей энергии. За это время котельная была полностью модернизирована холдингом СДС «Энерго». Вновь запущенный комбинат, так как и ранее, будет получать энергию от котельни. Благодаря этому событию жители города могут рассчитывать на новые рабочие места на спиртовом комбинате. А для небольшого города это хорошие возможности. Сегодня мощности наращиваются ежедневно, они в достаточном большом количестве растут. Я думаю, что в следующем месяце мы уже выйдем на те нагрузки, которые были, в принципе, до его реорганизации. День открытых дверей воинской части Юргин. Военнослужащие сегодня показали журналистам, как живут контрактники. Таким образом, военные пытаются привлечь в свои ряды новые кадры. Почему сегодня служить выгодно, интересовался Максим Аблендер. Сегодня мы приехали в одну из юргинских воинских частей. Здесь нам и рассказали, что по плану Министерства обороны, число контрактных мест в армии с каждым годом будет увеличиваться. В Кемерове даже открыли пункт отбора кандидатов на службу по контракту. Заодно для нас провели экскурсию по части. Показали условия, в которых живут такие военнослужащие, и пояснили, какие для них есть льготы. Он имеет право жить, если он холостой, допустим, проживает, не семейный, он может жить в кубриковой системе. Если вы на случай по контракту семейный, он имеет право написать рапорт и ступить на служебное жилье, которое выдается воинской частью, где он просто выплачивает коммунальные услуги и может проживать. Также он имеет право вступить в систему ипотечного накопления. Здесь мы проживаем комната на троих человек. Толб, тумбочки, все, рыльно-мыльное можно положить. Ну и так вещи. Полотенце, коптерки. Общежитие совсем не похоже на многолюдную казарму для срочников. В одной комнате проживают не более четырех военнослужащих. Все равно, что студенческая общага. На этаже есть своя прачечная, спортзал и комната отдыха. А в столовой воинской части хорошо знают, что солдат должен быть сытым. Военнослужащих, которые чистят картошку, вы тут не встретите. На кухне только профессиональные повара, а в меню самые разнообразные блюда. Питание состава у нас доброкачественное, своевременное. Значит, приготовление осуществляется двух первых блюд, двух вторых блюд. Обязательно идет холодная закуска. И тут у нас порционный сок, порционное молоко и обязательно выпечка. Также у нас приготовляются пельмени. И, в принципе, все необходимое, что может получить военнослужащий для выполнения боевой задачи, в этой столовой он получает. Сергей Кунц каждый день приходит со службы домой. Здесь его встречает жена и любимая дочь. Служить в Юргу солдат отправился из Бурятии, а позже к нему приехала его семья. Пока они живут в служебной квартире, но уже заключили договор на беспроцентную военную ипотеку. Да, встаю в 2009 году, встал также в военно-копительную ипотеку, реестр жду. В этом году должен прийти уже реестр на приобретение постоянного жилья. Не нужно ждать уже своего постоянного жилья. Теперь же никуда не уйдем. Контрактников с каждым днем становится больше. Сейчас в России таких военных около 200 тысяч. Через 4 года их число должно вырасти в 2 раза. Возможно, таким образом удастся поднять престиж российской армии. Или просто не развалить ее до конца. Максим Аблендер, Дмитрий Шилов, новости моего города. Если вы останетесь с нами, то вы узнаете, где живет золотая рыбка. А вот что еще вас ждет. Театрально-шоколадное средство от депрессии. В Новокузнецке сегодня премьера спектакля со сладким названием «Шоколад и ко». Матч особой важности. Хоккейный кузбасс встретился с архангельским водником. Редактор субтитров А.Семкин